Рак желудка 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 с последующим либо динамическим наблюдением, либо при удовлетворительной переносимости и нарастании клинического эффекта продолжение химиотерапии до прогрессирования заболевания. Но нужно помнить о том, что поддерживающая терапия вторпиримидинами при диссеминированном раке желудка нецелесообразна. Если мы изначально имеем HER2-позитивный рак желудка, то обязательные опции добавления анти-HER2-терапии – это добавление тростозумаба к стандартным режимам химиотерапии. И уже после завершения 18-недельного курса химиотерапии оставляется в поддерживающем режиме терапии тростозумабом до прогрессирования или развития неприемлемой токсичности. Это примерная эффективность режима в первой линии химиотерапии. И что мы видим? Что благодаря применению платиновых дуплетов медиана без прогрессивной выживаемости может достигать 7-8 месяцев трехкомпонентные режимы дают более высокие показатели выживаемости. И посмотрите, самые высокие показатели без прогрессивной общей выживаемости, они касаются HER2-позитивного рака желудка с применением режима ДИСЕФ и тростозумаба. То есть вот это говорит о том, что скорее всего гиперэкспрессия HER2-статуса, она больше является не прогностическим фактором, а предиктивным. То есть эти пациенты живут, как ни странно, намного дольше, чем больные без HER2-статуса. Что касается иммунотерапии, то в лечении метастатического рака желудка до последнего времени она занимала весьма и весьма скромное место. Только третья линия неволумаб вне экспрессии уровня PDL, то есть мы не определяем этот уровень, либо пембролизумаб при уровне экспрессии CPS больше единицы. Но прошлый год нам дал новые возможности внедрения иммунотерапии в лечении метастатического рака желудка и кардиозофигального перехода в качестве первой линии терапии. На ИСПА в прошлом году были доложены результаты нескольких исследований. Одно из них это Чейкмэк 649 и Атракшн 4, которые меняют подход к первой линии терапии метастатического рака желудка. Остановимся чуть подробнее. Первое исследование это исследование, в котором приняла очень большая когорта пациентов больных. Это 1581 пациент неоперабельным распространенным раком желудка или кардиозофигального перехода. Сюда же включались пациенты с аденокарциномой пищевода, которые в качестве первой линии терапии получали химиотерапию платиновым дуплетом ксилокс или фолфокс с добавлением неволумаба. А вторая группа пациентов они получали только режимы химиотерапии. Лечение проводилось до прогрессирования заболевания, либо до развития неприемлемой токсичности. 70% пациентов это были больные с раком желудка, 18% это рак пищевода, кардиозофигиального перехода и 13% это больные раком пищевода. Первоначально было целью показать преимущество комбинированного режима у пациентов с уровнем экспрессии ПДЛ больше 5 по уровню СПС. И в последующем уже набирались пациенты и с более низким уровнем экспрессии ПДЛ. И что же было показано? Первоначально показатели общей выживаемости касательно больных с уровнем СПС больше 5, это 60% пациентов. Добавление неволумаба достоверно увеличивает медиану общей выживаемости. Риск смерти снижается на 30% и 12-месячная общая выживаемость поднялась с 46 до 57%. Касательно беспрогрессированной выживаемости также, если в абсолютных цифрах разница не колоссальная, 7,7 месяцев против 6 в группе только химиотерапии. Но если посмотреть на доверительный интервал, то мы видим, что неволумаб на 30% снижает риск прогрессирования заболевания. Что касается оставшейся когорты больных, это все рандомизированные пациенты и пациенты с уровнем СПС менее единицы, то также в этой группе больных добавление неволумаба увеличивает показатели общей выживаемости пациентов. Касательно частоты объективного ответа, то добавление неволумаба увеличивает частоту объективного ответа до 60% против 45% в группе только химиотерапии. При этом примерно половина больных – это больные, которые имели частичный регресс. Конечно, добавление третьего препарата увеличило и токсичность. В целом все осложнения, третьей-четвертой степени, частота осложнений в группе химиотерапии состояла 44%, а в группе комбинации с неволумабом – 59%, ну и 36% больных прекратили лечение в связи с токсичностью в группе комбинированного режима, и только 24% прекратили из-за токсичности лечение в группе химиотерапии. На основании этого исследования был сделан вывод о том, что добавление неволумаба к стандартному режиму первой линии химиотерапии достоверно увеличивает показатели безрецидивной общей выживаемости. У пациентов с уровнем PDL по CPS больше 5, 11 против 14,5 месяцев общая выживаемость. Это так называемая эталонная, которой надо стремиться на сегодняшний день при лечении диссеминированного рака желудка. Медиана безрецидивной выживаемости также была достоверно выше в группе комбинированного режима, но и помимо этого увеличение показателей выживаемости было отмечено также у остальной когорты пациентов, у которых уровень CPS был всего лишь больше единицы. На основании этого исследователи пришли к выводу, что комбинация неволумаба и химиотерапии – это новый потенциальный стандарт первой линии терапии диссеминированного рака желудка и кардиозофигального перехода. Второе исследование – это исследование Тракшн-4, это исследование было выполнено на азиатской популяции больных. В этом исследовании в качестве химиотерапии использовался КАПОКС или САОКС в зависимости от выбора исследователей, и также добавлялся неволумаб, что было показано. Аналогичные данные, увеличение, хотя общая выживаемость осталась примерно идентичной, но частота объективного ответа была достоверно выше, и медиана без прогрессивной выживаемости была достоверно выше в группе больных, которые получали химиотерапию совместно с неволумабом. Здесь показатели выживаемости, кривые выживаемости. Мы видим, что добавление неволумаба примерно на 32% снижает риск прогрессирования, и показатели медиана общей выживаемости примерно идентичны остались. И таким образом, на сегодняшний день практические рекомендации по лечению злокачественных опухолей относительно рака желудка и кардиосфекционного перехода говорят о том, что на основании этих двух исследований новым стандартным терапией становится комбинация КСЕЛОКС или ФОЛФОКС в сочетании с неволумабом при уровне экспрессии ПДЛ по СИПЕЗ больше 5. Но как бы мы ни лечили с вами больных, рано или поздно возникает прогрессирование заболевания, и рано или поздно встает вопрос о том, что же делать дальше. Что нам говорят наши рекомендации о второй линии терапии? Аналогичные данные касаются и рекомендации НССН, и рекомендации российского общества онкологов, которые говорят о том, что выбор лекарственной терапии второй линии базируется на сроках наступления и прогрессирования заболевания, состоянии пациента и характере лечения первой линии лекарственной терапии. Если прогрессирование возникает в ранние сроки, это первые 2-3-4 месяца после завершения терапии, то рекомендуется вторая линия препаратами, не вошедшими в первую линию. Как правило, это используются токсаны и иринотыкан, они обладают равной эффективностью. Ну а в случае, если мы видели эффективность более чем 4-6 месяцев и больше, то в этом случае возможна реиндукция первой линии лекарственной терапии. Что касается HER2-позитивного рака желудка, то нужно помнить о том, что тростозумаб эффективен только в первой линии терапии, и в отличие от рака молочной железы, когда мы можем продолжать терапию тростозумабом и менять только комбинаторный химиотерапевтический компонент, в этой ситуации не используется. Тростозумаб показан только для лечения в первой линии терапии. Но что у нас есть, что нового мы можем предложить для наших пациентов в качестве второй линии терапии? Мы с вами обладаем таким препаратом, как рамоцирумаб, это моноклональное гуманизированное антитело к внеклеточному домену второго типа рецепторов эндотелиального фактора роста. Рамоцирумаб блокирует взаимодействие таких леганов, как ACD с соответствующим рецептором, блокирует передачу сигнала к ядру, блокирует рост новых сосудов и блокирует рост опухоли. Два клинических исследования. Первое исследование – это регард, исследование третьей фазы, в котором проводилась оценка эффективности рамоцирумаба по сравнению с поддерживающей терапией у больных в качестве второй линии терапии диссиминированного рака желудка. Это больные, которые были рандомизированы в соотношении 1 к 1, либо в группу рамоцирумаба, стандартный режим дозирования 8 мг на кг каждые 2 недели, либо в группу только поддерживающей терапии. Лечение проводилось до прогрессирования заболеваний, либо до развития токсичности. Основная цель – это оценка показателей выживаемости, оценка показателей беспрогрессивной выживаемости, ну и, конечно же, частота объективного ответа, качество жизни и длительность ответа на терапию. И что было показано? Было показано, что в группе больных, которые получали рамоцирумаб, достоверно отмечается увеличение, улучшение показателей выживаемости. 12-месячная общая выживаемость состояла 18 против 11% в группе плацебо. То есть примерно на 23% снижался риск прогрессирования, риск смерти заболеваний у больных, которые получали рамоцирумаб. Что касается частоты объективного ответа, то частота объективного ответа составила примерно 3,5 против 2,5% в группе плацебо, но при этом практически половина больных отвечали стабилизацией процесса. То есть клиническое преимущество при назначении рамоцирумаба составило почти 50% против 23% в группе плацебо. Что касается осложнений, то мы уже достаточно давно с вами работаем с антиангиогенными препаратами, и мы знаем о том, что основные осложнения – это, как правило, артериальная гипертензия, это кровотечение, это артериальные или венозные тромбозы, но мы достаточно легко научились бороться с ними, предсказывать и экупировать их. Благодаря вот этому исследованию Ригард, наконец-то, рамоцирумаб появился в контексте уже других завершенных исследований третьей фазы относительно второй линии терапии рака желудка. И обратите внимание, что здесь рамоцирумаб демонстрирует показатели общей выживаемости 5,2 месяца, и они примерно идентичны по сравнению с доцитокселом или с иринотыканом. То есть это исторические цитостатики, которые мы используем для второй линии терапии, но при этом рамоцирумаб лишен тех осложнений, которые мы можем получить на доцитоксел для иринотыкани, и применение только одного антиангиогенного препарата демонстрирует такую высокую эффективность. И уже получив предварительные данные, было инициировано другое исследование, это уже исследование третьей фазы, в котором пациенты с признаками прогрессирования после первой линии терапии метастатический или диссиминированный рак желудка или кардиозфигельного перехода в качестве второй линии терапии получали стандартный режим поклитоксела в сочетании с рамоцирумабом, либо поклитоксел в сочетании с плацебо. И что было показано, что уже при добавлении рамоцирумаба к плацебо также отмечается достоверное увеличение показателей общей выживаемости, абсолютная прибавка 2,2 месяца, но если посмотреть на доверительный интервал, то примерно на 20% ниже риск смерти при добавлении рамоцирумаба. Что касается эффективности, то частота объективного ответа была достоверно выше именно в группе комбинированной терапии, 28% против 16% в группе поклитоксела с плацебо, а клиническая эффективность составила 80% в группе больных, которые получали комбинированный режим. И на сегодняшний день, конечно, в качестве второй линии терапии наиболее оптимальным режимом является комбинация именно рамоцирумаба и поклитоксела. Конечно, не все пациенты выигрывают от назначения рамоцирумаба. Проведенный многофакторный анализ показал, что именно пациенты с признаками прогрессирования через 6 месяцев и позже после первой линии терапии. Почему-то женщины лучше отвечали на терапию рамоцирумабом, более младшая возрастная группа. Также непонятно почему-то ЭКОК-1 оказался лучше, чем ЭКОК-0. Без отсутствия потери веса, с локализацией первичной опухоли в гастроэзофагиальном соусте, без метастатического поражения брюшины и с удаленной первичной опухолью. Именно эти параметры относятся в категорию с большей чувствительностью к рамоцирумабу, нежели остальные. Работает ли рамоцирумаб у HER2 позитивных пациентов? Однозначно да. В обоих исследованиях были больные, которые получали и терапию тростозумабом и не получали. В обоих исследованиях было показано, что рамоцирумаб эффективен как у HER2 позитивных, так и у HER2 негативных пациентов. Что касается иммунотерапии для последующих линий терапии. Пембролизумаб в качестве третьей и последующей линии терапии эффективен только при наличии экспрессии PDL больше 1 по уровню CPS и у больных, имеющих микросателлитную нестабильность. Только эти две когорты больных выигрывают от назначения пембролизумаба. Если мы посмотрим на кривые выживаемости, то мы видим, что именно в группе больных, которые имеют экспрессию PDL, именно они выигрывают от назначения пембролизумаба. Что касается неволумаба в третьей и последующей линии терапии, есть исследование TRACTION-2, это тоже азиатское исследование, это одно из первых исследований, благодаря которому вошла иммунотерапия в нашу практику. Здесь неволумаб достоверно увеличивает частоту объективного ответа и увеличивает одногодичную общую выживаемость практически в 2,5 раза, 26 против 11%. И для неволумаба особенностью является тот факт, что определение уровня PDL не требуется. Сравнение пембролизумаба и поклитоксела в качестве второй линии, к сожалению, это исследование оказалось негативным, и пембролизумаб не оказал должного влияния на показатели безрецидивной общей выживаемости и частоту объективного ответа. Но, конечно же, нам хочется с вами помочь абсолютно всем пациентам, и кто выиграет от пембролизумаба. Ну, это пациенты, которые имеют уровень СПС больше 10, либо пациенты, которые имеют микросателитную нестабильность. И вот это исследование, оно достаточно давнее, все о нем хорошо знают, это такое сборное исследование, так называемое солянка, в котором принимали участие больные с различными солидными опухолями и имеющие микросателитную нестабильность. Так вот, среди них, больных раком желудка, было примерно 24 пациента, и частота объективного ответа составила 45%. Медиана без прогрессивной выживаемости 11 месяцев, а медиана общей выживаемости не достигнута. Поэтому больные, имеющие микросателитную нестабильность, либо дефицит в системе репарации белков, им показана терапия пембролизумабом в качестве второй, либо последующей линии терапии. И в заключение мне бы хотелось сказать о том, что, конечно, 2020 год он явился историческим годом для терапии рака желудка. На основании тех исследований, которые были проведены в настоящее время, стандартом первой линии терапии рака желудка при уровне экспрессии PDL больше 5 по уровню CPS является комбинация химиотерапии FOLFOX либо XELOX в сочетании с неволумабом. Ну, а стандарты второй линии и последующей линии терапии я уже останавливаться не буду, потому что озвучила в своем докладе. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...